Всем привет, друзья, ребята, кто смотрит мой канал! Ладно, извините, пожалуйста. Кто знает, я недавно ездила в Москву и встретилась с подписчиками, там, с друзьями. Короче, мы посидели, поели, выпили, естественно. И все, короче, ребята пришли с подарками. Одна я, как лошара, никому ничего не подарила. Но если бы я каждому подарила, наверное, всё-таки я бы осталась бомжок. И сегодня мы с вами будем вместе распаковывать все подарки. Я специально, прикиньте, их не открывала, сама тут половину не знаю, что, чтобы показать вам. Вот это, блядь, сноровка и выдержка. Чтобы вы понимали, прошёл уже почти месяц. Единственный момент, я не знаю, все ли здесь подарки, потому что мы на две недели уезжали в Турцию. И попросили посидеть нашу родственницу. Я отложила подарки в сторону. Попросила, чтобы они оставались там, чтобы я ничего не растирала. И моя просьба была немножко проигнорирована. Короче, я это всё сейчас собирала по-разному около комдома. Поэтому, надеюсь, здесь всё. Если вдруг тут что-то не будет, и вы заметили, что вашего подарка нет, пишите в комменты, мы его найдём, и потом в телегу куда-нибудь скинем, или что-то такое ещё. Кстати, ребят, кто не знает, у меня есть телега. Обязательно подписывайтесь на мою телегу. Ещё есть Инстаграм, ТикТок и ВК. Если у вас здесь будет что-то глючик, вы ещё, как минимум, можете найти меня в трёх социальных сетях. Короче, погнали распаковывать. Первая распаковка. Вот такие две штучки. Это подарила, по-моему, Женька. Бокальчик. Торжественно клянусь, что замешиваю только шалость. А? Вот это я понимаю, погальчик. Единственное, куда деть коробки. Они вот вроде бы красивые, под богальчик, а вроде бы, блядь, коробки нахуй нужны, можно их выкинуть. Короче, не знаю. Я раньше собирала все коробки от всего. У меня вот дома коробочная просто была. Мне, знаете, как муж на меня вонял. Что всё по коробке, он ничего не может найти. Шалость удалась. А? Вот прикиньте, из таких винища жрать. Вот это я понимаю. Мазия. Следующие подарочки. Короче, как-то всё так прикольно пошло, что я стала неожиданной любительницей Капибара. Это же Капибара? Кажется, да. Обездюливаешь её вот так на руку и вот прикиньте на Капибарыш. Обнимай! Это так весело. Вторая Капибара. Это подарила Лавалашка, я помню. Капибара Сталин мы её называем. И ещё кто-то, тут я уже не помню, сорян, мне подарил вот такую брошку из Капибара. Короче, из фаната Гарри Поттера мы превращаемся, превращаемся в любителей Капибарыша. Погнали дальше. Это ложка, написано «Самое лучшее ты совершенство». Да нет, это не я. Может, не мне? Я же матюкаюсь, курю, пью пиво, бью Олежку. Су за ёлочкой на своём огороде. А, это, кстати, вы в первый раз слышите. Надо про это записать, шоц. Люди должны знать об этом. Не только одна Волочкова за своей ёлочкой сыт. Валюшка тоже. Мы вообще с Волочковой похожи. Погаток тянуть не умею. Короче, вот такая ложечка здесь написана «Самое лучшее». Буду теперь выёбываться дома. Тут ещё, кстати, есть подарки не только с Москвы, а ещё мне в Казахстане дарили, и я их не успела распаковать. Вот я даже уже не помню, кто откуда. Такая вот кружечка. Здесь знак стрельца. А я же кто? Три лет, правильно. Как я поняла, у неё, если горячее нальёшь, тут рисунок появится. Кружечка. Эта песня у меня уже два месяца заела, и я не могу от неё избавиться. Здесь у нас идёт кружечка вот с такой рыбкой и ложечкой. Написано «Вологда». Где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где-где. Вот такие штучки. Я не знаю, кто это и зачем мне это. Ну, может, это прикольно? О, блядь. Ну ладно, я не знаю. Опасные штучки. Надо написать там 40+. Это не для детей 32-летних. Это у нас бутылочка «Рома». Не Дима, Рома. Выражайтесь правильно. Это мне тоже подарила моя подписчица Салматы. Я её храню до лучших времён. Или до худших. Вдруг Олежка бросит, как накидаюсь, Рома, и уйду в море с пиратами. Пижамка-пати. Это, короче, сквиш. Это овца, видите, в костюме свиньи. А, это корова. Это лавашка подарила. Это тоже лавашка подарила. Кабачки хороши. Насуют нам от души. Вот такая, заслонный кабачок. Всё, теперь мы кабачковых дел мастеры. Так, придётся снять лепаку. Она немножко мне, кажется, вены передавила. А теперь у нас рекламная пауза. Реклама не будет, потому что мне пока никто не заплатил бабки. Спонсоры для Ютуб-канала. Мы вас ищем. Напишите валюшки на почту, которая приобретена снизу. А пока я попью чай. Ммм, какой охуенный чай. Я бы назвала Марку, если бы мне заплачили деньги. Да я шучу, просто чай хочу водить. Что, нельзя, блядь, поуёбываться немножко? А? Ммм, можно. И пирожная картошка, видите, с волосом. Я перед этим чаями попила. Думаю, вместе с вами попью. Погнали дальше. Здесь у нас соленья, варенья. Короче, это Наташка сделала своими руками вот эту штучку для меня. И я её не ем, потому что дала распаковки. Я на неё смотрю постоянно, и мне так интересно. Попробовать, какого она вкуса. Вот такая вот, практически, домашняя захотовочка имеется. Это что такое? Это шоппер. По-моему, тоже Лалаша подарила. Вот такой вот шоппер. У нас здесь ручечки есть, и здесь как и портфельчик можно поносить. Показываемся от пакета с пользой природы. Кстати, ребят, поддержите мою инициативу, которая возникла только что. Не, ребят, реально, нужно дозированно пользоваться пластиковыми пакетами вот этими конечными, потому что природе скоро придёт конец! Реально, так до хера мусора. Берите вот такие штучки и носите с собой. Продуктиков наложили и пошли, 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 пошли. Красивые такие. Трудно быть энергичнее постоянно, что-то бьёшься. Футболочка? Не абы какая. А с калашниковым. Вот так вот, смотрите, один раз на встречу сходила, и уже, считайте, гардеробчик что-то новое появилось, да? Так, ну это что? Ага, это фокус мне подарил. Здесь у нас то ли песенка, то ли стих написан. Не знаю, что это. Вот, тоже, смотрите. А? 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 Ладно, я не буду так делать. Стрёмно звучит. Плюс четыре футболки, валюшки на коллекцию. Ребят, в следующий раз, если вдруг будет какая-то сам встреча, или вы захотите, прислать подарок. Трусы. Трусы очень нужная вещь. Высылайте. Последний, то с дырками. Тапочки. Тапочки тоже подарила Лолашка. Их у меня двое. Одни я уже распаковала, и хожу в них чёрненькие. Гоняю. Масточка для снасти дороги ведут в Петербург. Это, скорее всего, Виолетка. Буду теперь. Здесь у нас такие шоколадочки в петербургской масте. А? На вечер валюшки к чайку заебить. Вот кот. Здесь такая ложечка. Я думала, что-то вот так делать, но нихуя не разобралась. В общем, повешу где-нибудь на стенку. Вот это. Кто это подарил? Это моя любовь. Я даже сняла уже ролик с этой штукой. Бухла, пожалуйста. Если мы с мужем теперь пивасик покупаем, он сидит здесь и... И я иду, несу ему пивко. Удобно. И знаете, в отношении такой романтики какой-то алкоголичной. Правда, немножко предала. Вот такая штучка. Это вообще фаворит мой. Сразу говорю, я знаю, что там. Мне очень жалко, что так получилось. Но я буду это пробовать. У меня нет выхода. Мясо, бобра, тушеное. Блять, бобра, пиздец, жалко. Я еще бобров люблю сильно. Короче, мочканули бобра и сделали с него тушенку. Ну, что делать? Я буду пробовать. Нет, нет, нет. Это не я, убийца. Это мне подарили. Это Оля, убийца. А, собственно, вот она и Оля. У нас теперь у каждой есть фотография Ольги. Хорошая моя. Эта коробочка пустая, потому что здесь был сюрфстреминг, который мы уже распаковали. Кто не видел, посмотрите. У меня есть шот, как мы его едим и почти блюем. Я даже его пересматривать, если честно, не могу. Но коробочку я оставила. Че, она классная будет, что-то хранит. Блять, люблю коробочки. Я маньяк коробочный. Дальше погнали. Вот такие две позиции. Это для волос классные штуки. Я не знаю, что там это за бренды. Клянусь, я не разбираюсь. Ни одного бренда не знаю. Кроме Гуччи, потому что знаю, что это стоит дохуя. И это не предназначено для таких бомжей, как мы, да, девочки? Для ричбищ-сучек. Но мы нау ричбищ-сучки пока что. Может быть, когда-нибудь, да, мы найдем себе какого-нибудь папика и жизнь заиграем другими красками. Да, это потом. Короче, я пользовалась у Лалашки дома вот этой штукой. Вы не представляете, насколько стали другие волосы. Они реально стали расчесываться. Мягкие, шелковистые. Чи, луксури и селектив-профессионал. Бабки за рекламу скидываем. Спасибо. Реально классная штука. Советую. Кружечка это Питер, детка. Вот такая маленькая, прикиньте. Что я с ней? Водку можешь с нее пить, точно. Вот это вообще милотень тоже такая. Как вы думаете, что это? Сюда мы вот чаек насыпали. Кружечку надеваем. Здесь у нас вот такая жопка. И какашечка плавает весело. Вот такие подарки могут подарить только реально люди, которые знают мой контент. И все, люблю всякую вот такую вот приколюху. Вот это наборчик такой получается сережек и украшешки. Это мне подарила Лалашка. Лалашка, кстати, еще подарила мне свои сережки и половина гардероба. Это было очень приятно. Реально, она от души оторвала. И я уехала просто таким чемоданом в итоге. Ездила в Москву. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте Христа ради червончик золотой. Так, блокнотик. Я так подозреваю тоже из Питера. Тарелочка из Карелии. Это точно Оля. У нас только Олька из Карелии. Красиво поставили. Вот так красиво тарелочка стоит. Тут еще ее повесить можно. Блядь, да что такое? Я инвалидом останусь под конец ролика. Еще нервом. Тарелка с тобой хотя бы нормально все. Ну, запись. Кстати говоря, к тарелочке. Я вот сейчас подумала, куда я ее буду ставить. У меня реально маленький дом. Мы с Олегом после того, как вернулись в Турцию, немножко впали в депрессию. Потому что у нас с этой стороны гора находится и с этой. И дома вот в этом доме световой день типа составляет там 2 часа. Нормально солнце светит. И мы настолько с ним впали в депрессию, что мы вчера уже практически психанули и пошли брать ипотеку. Ну, а по ипотеке оказалась переплата в 3 раза. При том, что тебе нужно первоначальный взнос внести примерно от 1,5 почки. И мы немножко отказались от этой идеи. Короче, мы решили с Олегом сейчас быстренько сделать ремонт и выставить этот дом на продажу. У меня дом находится в городе Алмате. До центра ехать вообще 15 минут. А мы хотим взять дом в области. Потому что мы реально устали ютиться и устали, что живем без солнца. Я не жалуюсь, если что. Кстати, а то потом начнут писать беленькая жалую. Я не жалуюсь. Блядь, крыша своя над головой, это охуительно. Но если есть возможность продать этот дом и купить в области, правда, потом до города будет ехать 30-40 минут, мне кажется, нужно так сделать. Вот сейчас обдумываем этот момент. Как попрет все, продадим этот дом, купим в области. И у меня будет большой дом, куда я могу всякие такие штуки ставить. Мечтайте, мечтайте. Кстати, мечтайте. Я мечтаю, и мечты всегда сбываются. Лукоморье варенье из этих, из хвои. Прикиньте, видели когда-нибудь варенье из хвои? Я его не пробовала, его уже пробовала Олежка. О, пахнет прям баней. Варенье из морожки. Вот тут я не помню, тоже что ли Оля подарила. Короче, я его тоже еще не пробовала. Я, честно, даже не знаю, что такое морожка. И магнитики. Поехали. Санкт-Петербург. И Жевск. Вот это торшкинчик из Москва-сити. Вот это у меня тоже один из фаворитов. Бухло само выбирает мага. Это подарила Наташа Рэй. Хуякс, открываем. Здесь подставочка такая, вот стаканчик. Бухий двор. О, видите? Валюшки от Натали Рэй. Вот, кстати, молодец. Если бы каждый из вас вот так к подарку прилепил бы бумажку, я бы знала, кто что подарил. Тем более, вы знаете, что у меня с память проблем. Вот так вот надо подписывать. Стаканчик такой узник-алкобар. В плекте еще вот такой лед идет. Ты его просто берешь, замораживаешь в холодильнике. И все, потом, короче, кидаешь. И так он у тебя постоянно. Он такой из камушка. Для него даже мешочек сделан. Короче, прикольный набор. Мне прям очень понравился. Вроде распаковала все подарки с Москвы, но это не точно. Если что-то пропустила, пишите в комментах. Потому что я говорю, все подарки были разнесены по всему дому. Вот это вот мне, получается, подарили в Алма-Ате, когда мы выступали на шоу. Здесь такие сушеные ягодки. Это типа как набор для чая. Чаек? А это конфеты, походу, типа. Смотрите, какой милый наборчик получается. И последнее. Последнее. У меня есть на распаковочку. Это привезла моя подруга. Носочки с воздушными шарами из Каппадокии. Где ты их нашла? Я была в Каппадокии. Я не видела там носки. А? Паласик. Фу, прикольный паласик. Паласик мне нравится. Футболочка с воздушными шарами. Смотрите, какая футболка. Пипец она классная. Ни хрена у меня сейчас гардеробчик за один видос обновился. А, девчат? И тут вторая футболочка. Наверное, одна для Олежки. Тоже видите, в тематике воздушных шаров. Ой, еще носочки с шарами. Скорее всего, один носки для Олежки, второй для меня. И два магнитика. Вот. Короче, такая у нас получилась распаковка. И с Москвы подарки, и с Турции. Я просто все оставила, чтобы распаковать и вместе с вами этими эмоциями поделиться. Ребята, каждому спасибо за каждый подарок. Это так ценно. Кто увидел свой подарок, пишите, что вы подарили. Кто не увидел, пишите, что вы не увидели. Всем спасибо за подарки, спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк к этому видео и пишите коммент, если вам не трудно, а мне будет приятно. Потому что это поможет развитию моего канала. Поэтому мне, как всегда, важна ваша поддержка. В общем, ребятки, вот такой получился видос. И, пожалуйста, напишите мне в комменты, какой следующий влог снять. Я реально не знаю, что вам снимать из влогов, что вам было бы интересно. Короче, всем доброго вечера. Я пойду дальше пить чайок, доедать пирожные и немножко приберусь здесь. Пока-ски!